Не подходи ко мне, пока не принесёшь вискос, иначе я сожру твой тапок, и твою семью тоже. Хала всем, ребятки, и знаете что? Я ЗОЛ. Я очень и очень ЗОЛ. А знаете почему? Потому что кто-то из вас до сих пор не подписан на мой канал. Кто же это, а? Может быть ты должен пролистать немного ниже и нажать на волшебную красную кнопочку, а? А также лайк не забудь нажать. Ну а сегодня мы будем смотреть... Проклятые мемы. Часть 2. Вам очень понравилась первая часть, и так как вы такие же сумасшедшие, как и я, вы попросили сделать вторую. Ну а я просто не могу вам отказать. Так что давайте посмотрим, что у нас там. А тут у нас какой-то звездец. О господи, я уже пожалел, что начал это смотреть. Это современное искусство, я так понимаю, да? Это что-то очень умное, да? А то я что-то не понимат. Это очень сложно. Я вижу там на заднем плане еще какие-то статуи. Видимо это какая-то очень странная выставка для каких-то гребаных извращенцев. Меня пугает эта картинка, давайте посмотрим на следующую. Ну да, вот это вот меня вряд ли испугает. Господи, возьми нож, дамочка. Или это не дамочка, возможно это не дамочка. Зачем ты режешь колбасу Windows XP? То чувство, когда выехал на природу попить пивка с колбасками, но не взял с собой нож. Ну подождите, они не взяли с собой нож? Окей, это нормально. Я тоже иногда забываю с собой вещи. Но откуда на природе внезапно у кого-то появился Windows XP? На кой черт он взял с собой на шашлычки какие-нибудь? Windows XP, просто диск. Он взял с собой гребанный диск с Windows XP. Зачем, братан? Зачем тебе на природе гребанный Windows? Кому ты там собирался его устанавливать? Кому? Ладно, ладно, хорошо. Что тут дальше? О май гад, это костюм на Хэллоуин просто шикарный. Вот что происходит, когда твои родители дурачки. Это просто невероятно. Вы посмотрите на ее костюм зубной пасты. Как она вообще до этого додумалась? Просто напялила себе тазик на голову. Второй чувак вообще не запаривался. Просто венчик к голове прилепил и все. И я зубная щетка. Как вам такой косплей, а? О май гад. А тут что происходит? Это девочки? Нет, это куклы. Мать моя. Это какие-то куклы. А посередине это кукла или девочка? Просто тут такое качество, что непонятно, что происходит. Ощущение, что чувак пробрался к кому-то в подвал. И он спрятался и начал снимать вот этот вот ужас. Что тут происходит? Там еще деньги везде валяются. Какой-то бокал. И я не удивлюсь, если он наполнен кровью. И тут какой-то ритуал происходит. В общем, это очень и очень стремная картинка. О господи. И еще одна стремнушечная картинка. Что тут происходит? Если честно, этот кадр мне напоминает кадр из Скайрима. Я не знаю, где я это в Скайриме видел, но у меня ощущение, что я точно такую же вазу видел в Скайриме. Но я не задумывался над тем, насколько же она криповая. О, а вот это вот жизненная картинка. Это я сижу в глубокой депрессии. А это попытки окружающих меня развеселить. И господи, где он достал этот костюм? И что он с собой олицетворяет? Витаминку? Что ты такое? И зачем ему ведерко с краской? Он собирается покрасить лысого? Или что? Он так смотрит на него? Как будто такой... Можно я присяду? Пожалуйста, с вами всё хорошо, мистер? Блин, бедный чувак, такая депрессивная картинка. Давайте не будем застряться на депрессии. Он окунает огурец в молоко, и я не вижу в этом ничего плохого. Я иногда ем огурцы с молоком. Ничего хорошего в этом нет. Зачем я вообще в этом признался? О, господи. А это, похоже, коврик для мыши ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО И зачем? И где купить такой же костюм ПП? Он мне нужен. Я буду в таком видео записывать. Прикиньте, как я хайпану. А вот что реально странно, это вот этот вот косплей с Панчбобой. Почему так много Спанчбоба в проклятых мемах? Я не понимаю. Господи, как это крипово. Кто его нарисовал? Зачем? Почему? Как эта идея им пришла в голову? И почему, когда они это нарисовали, они не посчитали, что... О, господи, какая еще эта крепота. Смотрите, это вместе с лицом. Они подумали, блин, это прикольно. Давай сфоткаем, потом будем показывать ему, когда он вырастет. Как тебе такое, а? Мы с твоей мамой были просто отшибленными на голову. Классно! О, косплеи продолжаются. Теперь тут какой-то просто гениальный косплей Гомера. Почему Гомер в каком-то странном костюме? Словно у него там в костюме еще Гомера штуки три. Вы посмотрите, как это выглядит необычно. И почему у него лицо такое упоротое ощущение, что он взял шарики от пинг-понга, разрезал их напополам, нарисовал на них какие-то кривые черные глаза и просто вот так вот прилепил и такой... И зачем ему швабры? И почему дом похож на какое-то постсоветское пространство? Что тут происходит? Какие-то наркоманы обдолбались. И мне всегда в таких картинках хочется узнать только одно. Какой сюжет? То есть вы сидели, вам было нечего делать, у вас под рукой была жёлтая краска, какое-то непонятное одеяло и швабра, и ты такой, «Хмм, а прикольной идеей будет взять и закосплеить Гомера, а как вам такое?» О, господи, простите, это же спойлер. Это кадр из четвёртой части истории игрушек, не будем дальше вам спойлерить, давайте быстренько промотаем это. Господи, я вам даже это показывать не буду. Тут нет никакой расчленёнки, ничего особо опасного нету, Ютуб! Но я это показывать не буду. И рассказывать, что там происходило, я тоже на всякий случай не буду. Да, Ютуб? Мы с тобой дружим! Господи, обожаю эти странные фотки котов, когда они делают какие-то необычные лица, что-то в стиле... Ты не дал мне вискос? Не подходи ко мне, пока не принесёшь вискос. Иначе я сожру твой тапок. И твою семью тоже. What the fuck? Как? Что? Почему? Зачем? Он идеально обрезал банан и зачем-то положил его на лесенку? Или это какой-то опять современный перформанс, который я не могу понять? Но выглядит это офигенно. Ощущение, что банан застрял в текстурах. А вдруг это кадр из какой-нибудь некстген игры? А, как вам такая информация? Блин, ну выглядит круто. Надо повторить. А эта картинка просто гениальная. Это когда сказал коту, убирай своё говно сам. И он такой, я не могу, у меня же лапки. И ты заказал ему руки и приделал руки к его лапкам. И ему пришлось убирать за собой своё говно. И он такой, за что ты так со мной? Я просто жирный кот, это станет меня. А это лицо хозяина, когда он видит везде говно его кота. Просто повсеместно. Так много говна, что ему пришлось заказывать руки для кота, чтобы они вместе разгребали это говно. О, а это моя типичная пятница, когда я придумываю очередную конспирологию про пришельцев. Это, кстати, Саня, знакомьтесь, да. Я как-нибудь, может, позову его в свой видосик, если это видео соберёт 18 миллионов лайков. Да, Сань? Что ты говоришь? 25 миллионов? Да без проблем, я думаю, они за пару дней соберут. Да. Вы ведь соберёте? Да? О, господи, повязали бедного оленя. Почему они делают это? Что тут происходит? Что олень вам сделал? Ну, вот что он мог сделать? Ощущение, будто его задерживают за хранение... Вы посмотрите на его лицо. Он такой, типа, задержали, гады. Это не я, это не моё. Отстаньте от меня все. Ой, бедный олень. Что с некоторыми родителями не так? Как они дошли до этого косплея? Господи, как это страшно выглядит. И хочу заметить, тут тоже присутствует жёлтая краска. Может, у жёлтой краски своеобразный запах, после которого людям хочется делать идиотские косплеи? Как это ещё объяснить? Дамочка, зачем вы это делаете? Зачем? Ладно, ещё мужик, он просто шарф на себя напялил, всё, весь косплей просто шарф напялил. Классно. Но вы-то зачем это делаете? Я не могу понять. А, так вот почему повязали того оленя. Всё из-за того, что он купался в унитазах. Я понял, я понял. Ладно, ну и закончим мы это видео классикой. Джерри. Ох, как же я люблю этот мем. Какой же он всё-таки шикарный. О, да. Ну что ж, ребятки, я думаю, вы уже подписаны на мой канал и собрали 25 миллионов лайков, так что я даже говорить не буду, что нужно подписаться на мой канал, поставить лайк, ну и не забывать, что с вами сегодня был самый профессиональный обзорщик мемов, в скобочках нет, Фокс Нео. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok